Мелькают дни 1, 2, 3 и мы продолжаем наблюдать реальность, игру, жизнь, фантазии нашего ума, эксперименты, разные роли нашего я и конечно же наш эксперимент, как написать книгу за 90 дней и сегодня день 12. И сегодня я хочу вам рассказать о том, что я получил письмо, в котором мне написали о том, что человек сидит пишет вот уже 10 дней и ему как-то вдруг стало грустно и одиноко и ему захотелось, чтобы кто-то еще вместе с ним прочитал то, что он уже написал и не просто прочитал, а вынес какую-то свою оценку. Человеку захотелось поддержки. Поговорим сегодня о внешней поддержке. Нужна она, не нужна. Стоит афишировать то, что вы еще не написали или действительно этим нужно делиться. Итак, смотрите, все неоднозначно. Нельзя сказать, что да или нельзя сказать однозначно, что нет. Потому что происходят следующие вещи. Если вы находитесь в такой вот некой уверенности и активности своего писательства и вы с искренней такой радостью идете к кому-то и говорите, представляешь, я начал писать свою книгу. И вдруг человек говорит, как ты можешь писать книгу, когда у тебя нет там писательского образования. Или зачем ты пишешь книгу, если у тебя даже нет еще никакого издателя. Или зачем ты пишешь книгу, вот оно тебе надо, займись какими-нибудь лучшими, нужными делами, не занимайся всякой ерундой. И вот такая вынесенная оценка, такая вот брошенная, небрежно брошенная фраза, она может остановить в вас вот эту вот радость и активность, и уверенность, и желание писать. Вы подумаете, да, правда, и он начнет там накручивать себя. Я говорю, правда, у меня нет издателя, у меня нет писательского образования. Правда, зачем мне это надо? Сколько всего, ой, сколько дел, надо то сделать, это. Поэтому здесь все зависит от того, если вам реально нужна поддержка, то нужно решить для себя, в чем вам нужна поддержка. Если у вас начала падать активность, то вам тогда нужно найти, не просто поделиться с кем-то, да, что вот, посмотри, что я пишу. А просто найти человека, который в вас верит, который вас поддерживает, и который вам скажет, да, давай, не кисни, улыбнись, давай, 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 продолжаем. Если вам нужна поддержка для того, чтобы оценить непосредственно текст, то тогда вам нужно найти тоже человека, который вот в этом как-то разбирается, специалист, или у него к вам особое отношение, что он вам реально хочет помочь. Из своей чисто практики я знаю следующее. Была ситуация, когда я писал книгу, и у меня реально возникали какие-то моменты, когда мне нужно было проговорить тот или иной эпизод в моей книге. Потому что я никак не мог сам расставить героев и повернуть туда или в одну сторону, или в другую сюжет. И я, у меня есть одна очень хорошая знакомая, она, в общем, в этом очень хорошо разбирается, и я к ней обратился. И когда у нее было время, мы встречались, садились за столом и просто проговаривали. Я ей начинал рассказывать эти какие-то эпизоды, она включалась, и мы начинали, как актеры, проигрывать этот эпизод вдвоем. Вот это была реальная помощь, вот это была реальная поддержка. То есть это с точки зрения практического, да, если вам нужно чисто эмоциональное, ищите человека, который в вас верит, который в вас может вдохнуть вот эту эмоциональную поддержку. И не идите туда, где вы заранее будете знать, что вас не поддержат, что махнут рукой, в лучшем случае просто промолчат. Поэтому поддержка должна быть, поиск вашей поддержки должен быть проведен вами осознанно, да. Кому обратиться за поддержкой, а кому, а может быть кому-то и не стоит обращаться за поддержкой. Ну и вообще, в первые дни, пока вы еще в активном таком состоянии, постарайтесь оставаться один на один со своим творчеством. Не раскидывайте энергию, свое вот это эмоционально яркое состояние, направленное именно для творчества, вовне. Побудьте сами с собой, поваритесь со своим произведением вдвоем. Потом я уже сказал, если нужны практические какие-то помощи, ищите человека, который вам в этом поможет. Эмоциональность, активность стала падать, ищите того, кто вас реально поддержит в этом. Ну и о чем, что я сегодня делал, я конечно же писал, о чем я сегодня думал. В связи вот с полученным этим письмом, и в связи с размышлением поддержки, помощи, взаимовыручки, я думал сегодня о том, что на самом деле наш мир, как говорят мудрецы, есть единая целостная система, и все мы на тонком энергоинформационном уровне взаимосвязаны. И значит, вольно или невольно, каждый из нас может легко оказывать поддержку, даже не обращаясь целенаправленно к человеку. Просто, если мы пребываем в состоянии отдавания любви, активности, то, по сути своей, мы уже делимся в пространство с другими людьми своей вот этой некой поддержкой. По тонким нитям, через которые мы все взаимосвязаны в этом мире, от нас идет то состояние, которое мы в данный момент транслируем. И я подумал о том, что здорово было бы, если бы все люди не только книжно знали про это, вот прочитал книги, о весь наш мир, это единая система, не только по чьим-то рассказам знал это, а чтобы каждый из нас здорово было бы, чтобы он прочувствовал, осознал и впитал в себя вот это понимание не на уровне слов, а на уровне чувства и ощущений. И так, да, оказывается, мы есть все единое целое. И тогда бы, когда каждый человек это бы понял и ощутил, тогда бы каждый из нас, понимая свою ответственность за всю целостность вот этой вот системы, а он, каждый из нас, всего лишь маленький-маленький болтик, маленькая-маленькая составляющая этой всей огромной Вселенной, то тогда бы каждый из нас старался как можно больше находиться в состоянии такого отдавания. Я представил, что сейчас на Земле есть множество людей, которым нужна какая-то поддержка, они как-то одиноки или у них какая-то эмоция неположительная. Я подумал, что если я сейчас представлю себя взаимосвязанным со всеми с ними, и я просто сейчас с ними поделюсь, открывшись искренне своим чувством любви, своим желанием их поддержать, своей положительной эмоцией. И все это желая, я просто представляю, как по тонким-тонким таким проводочкам, которыми мы связаны, все это от меня растекается и расходится. Вот о чем я сегодня думал. Эмоция, соответственно, была положительная такая эмоция радости, потому что, думая обо всем этом, я, переживая эмоцию радости, делился этой радостью со всеми, с кем я в этом мире взаимосвязан. А если я взаимосвязан со всеми, значит, я делился со всеми. Ощущения в теле ровное такое, спокойное, гармоничное. Ну что, а мы продолжаем писать с вами книгу. Кто еще не начал, приступайте сегодня. Сегодня и я желаю всем вам удачи и до встречи в завтрашнем дне.